Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и это новое видео. Сегодня я хочу поделиться с вами ситуацией еще со школьных времен. На то время я, по-моему, училась в пятом классе, и эта ситуация мне запомнилась на очень-очень долгое время, а как раз-таки я поняла, что вы очень любите мои разговорные видео, и вам очень понравился ролик про неадекватных продавцов и охранников, который недавно выходил у меня на канале. Поэтому сегодня я снимаю еще одно разговорное видео на этом чудесном фоне, который вам тоже безумно понравился. И я думаю, что вы все прекрасно знаете, что в школе ко мне относились не очень хорошо, еще когда я жила в Челябинске, никто не воспринимал меня как блогера. Именно поэтому я уверена, что эта история вам понравится, и если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного, и будете натыкаться на мои видео что? Правильно, не один раз. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Кстати, у меня для вас прекрасные новости. В пятницу, 1 мая, начинается неделя страшных историй на моем канале, поэтому не пропустите и смотрите все эти истории от начала до самого конца. Я уже начинаю их заранее снимать, поэтому совсем скоро ждите. А я вам желаю приятного просмотра. А также я есть в Инстаграме, если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Там очень крутые фотографии, а также я делюсь там новостями, о которых вы узнаете только в моем Инстаграме и больше нигде. Ну а вот теперь мы уж точно можем начинать. Ситуация из школьных времен, которую я запомнила на всю свою жизнь. Поехали! Начну я, пожалуй, эту историю с того, что с 5 по 6 класс у меня было две лучшие подружки. Их звали Галя и Ксюша. Мы очень хорошо дружили и были просто, ну вот, я не знаю, не разлей вода. Везде ходили вместе, делились какими-то лайфхаками. И одна девочка Ксюша, кстати, тоже начинала снимать какие-то ролики на YouTube, но потом забросила. И у нас были одинаковые ошибки, так как мы повторяли друг за другом постоянно все. Например, вот я говорю, так, вот я выщипала брови, мне безумно не нравится. И Ксюша на следующий день приходит с ужасно выщипанными бровями. То есть все ошибки мы повторяли друг за другом. Галя это вообще отдельная личность, которая очень любила подурачиться, поржать. У нее было очень много прям таких-то хера необычных идей, о которых я, кстати, чуть-чуть попозже поговорю. Ксюша снимала видео, мы очень хорошо дружили. Есть даже вот такая вот фотография, но лица я заблюрю. Но не сильно, чтобы вы могли хотя бы, ну, немножечко разглядеть лица. Ну, или хотя бы понять, какая была у них стрижка, или там, я не знаю, фигура, чтобы у вас в голове тоже выстроился определенный образ. Мы вместе опаздывали в школу, делали все вместе уроки, ходили друг к другу в гости. У нас есть очень много смешных видео, которые есть у меня в фотопленке, кстати, на моей страничке ВКонтакте. Есть одно видео, где этой девочке Галлия срочно приспичила посрать, и я считала, что это безумно смешно. Мы ходили, угорали и очень круто проводили время. Если вам охота на это видео посмотреть, то я прямо сейчас вставлю кусочки из смешных моментов из этого ролика, но лица тоже будут заблюрены. Мало ли что, как говорится. Человек захотел какать. Иди на какой-нибудь другой этаж, реально срать надо. Ребят, иди в друга в туалет, там Каля посралась. Да, мы настолько крепко дружили, что у нас у всех были окрашенные волосы, мы все разговаривали одинаково, у нас была одинаковая манера общения. Нам нравился один и тот же мальчик, у нас были одинаковые интересы. И в общем, я думаю, по моему описанию вы и так поняли, что мы были прям супер близкими подругами, ну как мне казалось. И они были такие прям вот, знаете, Ксюша и Галя стервочки, которые очень любили там, я не знаю, прекратить общение, кого-то палить говном. И я все равно иногда обращала внимание на то, что они иногда ходят без меня вдвоем. Например, говорят, Карин, можно мы сейчас вдвоем походим, нам нужно кое-что обсудить? Или Карин сегодня ко мне, Галя, идет в гости. И я со временем это начала замечать, что как бы они немного начали от меня отдаляться. Но я дружила с ними очень хорошо, и как бы они не подавали виду, что я им как-то стала неинтересна, да. Мы просто общались, но как-то они вместе очень часто садились за парту. Хотя раньше я по очереди садилась и с Галей, и с Ксюшей, и Ксюша с Галей, и Галя там, я не знаю, еще с кем-нибудь. В общем, мы втроем очень хорошо дружили. Я думаю, вы уже и так это поняли. И самое интересное начинается с того, что, я думаю, вы и так прекрасно знаете, как ко мне относились все учителя, все одноклассники, из-за того, что я в это время с 5 по 6 класс только-только начала вот прям расти и набирать популярность. И как бы у меня было очень уже на то время, по-моему, много подписчиков, 1200 точно. Это считалось прям очень много в моей школе, и все меня обсуждали. Все старшеклассники из 9-х, 10-х, 11-х классов обсуждали меня вдвойне сильнее и просто как будто бы меня ненавидели. Итак, у меня была классная руководительница. Ее звали, если я не ошибаюсь, Елена Юрьевна. Сейчас, приехав в Москву, я могу сказать уже свободно, что эту учительницу я ненавидела. Вот просто терпеть не могла. Во-первых, от нее очень постоянно неприятно пахло, она могла спокойно перед всеми или перед всем классом сматериться, знаете, типа вот так, можете читать по губам, да, она как раз-таки вот таким вот способом выражала свои эмоции. Эту классную руководительницу мы всем классом просто терпеть не могли, и она нас тоже ненавидела, постоянно заходила во время урока к нам в какой-то... Постоянно заходила к нам во время урока в кабинет, где у нас был урок русского, да, с каким-то другим преподавателем. Мы просто вот так стояла и смотрела, считала, кто есть в классе, кого нету, вот таким грубым взглядом на всех смотрела, терпеть никого не могла, могла молча ко мне подойти, вот так вот дернуть за мою кофту и сказать, а че это ты не по форме оделась, знаете, вот прям вот такая. Я ее просто терпеть не могла, и она меня, соответственно, тоже. И она как раз-таки, мои дорогие, вела уроки информатики и математики у восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классов. Было несколько таких преподавателей, но она у некоторых классов вела, там, например, у восьмого Г, да, у одиннадцатого А и так далее. Ну и, соответственно, все эти восьмые, девятые, десятые, одиннадцатые классы все уши прожужжали этому классному руководителю про меня. Какой я отвратительный блогер, как я не умею снимать, что меня нужно отчислить из школы, потому что на меня все заостряют внимание, я не даю никому учиться, потому что выкладываю, блядь, видео на ютуб, чтобы вы понимали, да, насколько меня терпеть не могли вот эти старшаки. И, естественно, учительница настолько подзаколебалась от меня, что она сама поскорее хотела меня уже выселить из этой школы, поскорее выгнать и сделать так, чтобы духу моего в этой школе, так сказать, не было. Кстати, потом, да, после ситуации, которая произошла, я перевелась в другой класс, и у меня был совершенно другой классный руководитель. И в другом классе как раз-таки ко мне относились еще хуже, да, чтобы вы понимали. Об этом будет отдельное видео после недели страшных историй, мои дорогие, где я все в подробностях расскажу вообще, через что я прошла. Поэтому сейчас слушайте меня внимательно. Настало время того, чтобы обсудить с вами учительницу по русскому языку и литературе. У нас был один преподаватель, и мы его, нашей Святой Троице, я, Галя и Ксюша, просто ненавидели. Учительница была очень строгая, у нее было очень много нервных срывов. Я думаю, я даже выпускала видео на свой канал на тему того, как она хлопнула дверью, и она отлетела, как она закончила урок, и мы просто ждали ее полчаса. А потом под конец урока, когда весь класс разошелся, она пришла и начала всем названивать, что мы ушли. Якобы, извините, мы ее ждали 30 минут, а она не явилась. Я просто ненавидела эту учительницу, потому что она очень сильно на всех кричала, терпеть никого не могла, всем занижала оценки, всех обсуждала. Обсуждала за внешний вид, обсуждала за прыщи на лице, обсуждала за неокрашенные корни на голове, обсуждала за макияж на лице, обсуждала настроить за то, что у нас покрашены волосы. Но это, возможно, была ошибка, да. То, что мы в школе окрасили волосы, это как раз-таки, ну, не очень круто, но все равно, у нас такая была школа, где всем поднасрать. Просто все ходят такие, ну, что ты не в форме? А, ну ладно, ты не в форме, насрать. Ну, вот и все, соответственно. Однажды мы стоим с девочками в туалете, а я уверена, вы все, мои прекрасные зрители, знаете, что такое школьный туалет. Там обычно все собираются, чтобы покурить электронные сигареты, чтобы покраситься, да, как-нибудь подмуливать свое лицо, чтобы уложить волосы, переодеться, пообсуждать что-то, попрызгаться дейзиком. Все девочки собираются постоянно на переменах в туалете и что-то обсуждают. Вот каждую перемену я могла спокойно зайти в этот туалет и найти там, я не знаю, 15-20 девочек, которые тупо стояли и чем-то занимались. Искали какое-то себе развлечение, красились там, я не знаю, что-то обсуждали. И таких ситуаций было очень много, не только с нашим классом, но там просто из всей школы собирались девочки, из старших классов и так далее. И, соответственно, постоянно в спину я слышала, о, Карина Аракелян, о, Карина Смайл, о, посмотрите, наш блогер идет, о, посмотрите, на свою зарплату купила кроссовочки. Просто неадекватные люди, которые считали, что они суперкрутые, что стоят с компанией каких-то, я не знаю, ужасных девиц и орут мне в спину, какой отвратительный человек, даже со мной не познакомившись. Ну и вот, настало время вам рассказать трэш этой истории. Мы втроем постоянно не ходили на физкультуру, я, Ксюша и Галя. И как-то во время урока физкультуры мы просто решили пойти в этот туалет, там, я не знаю, поболтать, потому что нам постоянно физрук говорил, посидите тут на лавочке, почитайте что-нибудь, в телефонах сидеть нельзя, посмотрите, как мы занимаемся. И под конец урока спрашивал, что нового узнали на уроке физкультуры, да, естественно, нихера, там просто все прыгали, бегали, отжимались. Что мы должны были нового узнать, я извиняюсь. Ну и вот, когда он не видел, мы просто сваливали в туалет и занимались там своими делами, но хотя бы могли спокойно посидеть в телефоне, да, дорогие мои. Ну и вот, свалили мы как-то, пока физрук не видят, в этот туалет, да, и туда во время урока пошла вот эта вот учительница по русскому и литературе, которая была вот просто психованная, неадекватная, и мы ее терпеть не могли. Я думала, что она ходит в специальный туалет для учителей, но, видимо, там рядом был у нее урок, и она как-то спешила, видимо, ей срочно там приспичило сходить в туалет. Мы услышали вот этот топот каблуков и поняли, что нам нужно спрятаться в одну кабинку. В это время ей позвонил телефон, и она давай во время того, как писает, я извиняюсь, разговаривает с кем-то по телефону. Мы сразу поняли, что это она, и Галя такая на ушко мне говорит, Карина, давай ей выключим свет. Я такая, ого, ни хера себе, ты резкая. И мне реально понравилась эта идея, Ксюше понравилась эта идея, и мы решили немного подпакостить, реально нам сказали, давай выключим свет этой училки. Мы быстро и тихо выбежали, и Галя такая говорит, Карин, давай ты, я говорю, Ксюша, давай ты, в итоге мы давай решать, кто первый выключит свет, и я просто уже психанула и нажала на выключатель. И мы с девочками не учли, что сильно хлопнули дверью от класса физкультуры, там как раз-таки она была такая пластмассовая и закрывалась как-то по-особенному, не как обычные деревянные двери, да, в других классах. Но мы в итоге забегаем, все орем, физрук на нас смотрит, типа, что мы делали, мы начинаем ржать, потому что думаем, что все, капец, дверь хлопает со всей силы. И через две минуты ровно эта учительница по русскому литературе заходит в класс физкультуры и смотрит. Спрашивает у преподавателя, кто только что забегал или убегал из кабинета, покажите мне. Она нас втроем просто ненавидела и постоянно нам делала замечания за распущенные и окрашенные волосы. Преподаватель по физкультуре вот так вот нас показывает, вот эту вот святую троицу и говорит, посмотрите, учительница подходит к нам. И я такой, мать, ребята, надо было просто видеть ее взгляд, это такой трэш. У меня просто не было слов. Мы сидим вот так вот на маленькой скамеечке, вот так вот на нее смотрим и думаем, все, пи***ь. Извиняюсь, я, конечно, за мат. Учительница говорит, так, кто мне выключил свет, вы что, совсем оборзели, что ли? Она начала на нас орать, чуть ли не матом на скрыть, она говорит, все, Ксюша и Галя в это время смотрят на меня. Я все понимаю, думаю, все, мне пипец. И тут эта учительница поступает по-другому. Она говорит, Ксюша и Галя встали и пошли к классному руководителю. Я думаю, чего, как бы я выключила свет, на меня смотрели, почему они должны идти к классному руководителю без меня, если как бы на нас троих показали. И я тоже любила в школе пакостить и делать всякую херь. Да, я была еще той хулиганкой, но я не считалась, знаете, таким прям ужасным человеком. Я в смысле пакостила, но незаметно пакостила. Вот со светом я спалилась. И то это была не моя идея. Под конец видео вам не расскажете, ребят, как вы думаете, кто прав. Но в итоге пошли Ксюша и Галя в кабинет к классному руководителю. Классный руководитель меня ненавидит, учительница по русскому и литературе, которой я выключила свет, тоже меня ненавидит. Ксюша и Галя начали уже как-то от меня отдаляться. И как вы думаете, что произошло на этой чудесной беседе? Правильно. Галя записала на диктофон все то, что говорила училка, и слила потом девочки из нашего класса, а она это слила мне. Но об этом чуть-чуть попозже. Значит, эта учительница такая говорит. Девочки, вот вы же знаете, что вас портит это Аракелян. Во-первых, у меня есть имя. Во-вторых, почему меня все назвали по фамилии, вот я просто не понимаю. Иногда классуха меня могла назвать Смайл, так как раньше у меня был ник Смайл. Просто подкалывал меня, понимаете? Или когда нам в начале года подписывали учебники. Мне подписали каждый учебник, как Карина Смайл, да, еще одна отдельная история. Но в итоге начинает эта классуха втирать, извиняюсь, ребят, мне очень жарко, и говорить такая. Вы не представляете, как вас портит Карина Аракелян. Она просто вас испоганила. Посмотрите на нее и на себя. У вас начали занижаться оценки из-за нее. Вы понимаете, что как бы Карина, она должна общаться с хулиганками. У нее розовые кончики. Понимаете, теперь и у вас розовые кончики. Она раньше хулиганила, теперь и вы начали хулиганить. У вас испортились оценки. Я вам советую прекратить. Это, конечно, ваше мнение, дорогие мои, но прекратите, пожалуйста, общение с Кариной. Это ваше решение, но я вам так советую. И училка по литературе стоит? Угу, 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 угу. Причем, что произошло? Не я предложила выключить свет, и как бы я не пакостила, и ничего такого не делала. Естественно, я училась хуже, чем Ксюша, но Галя была с оценками такими же, как и у меня. Видимо, я просто не нравилась, да, учителям, и они решили вот так вот поступить. Точнее, моя классная руководительница. Далее все записывала на диктофон, я повторяюсь. Классуха наговорила до хера про меня всякого говна. Но в итоге весь урок они стояли у классного руководителя и слушали, какое я говно вместе с учителем по литературе. Хотя, в принципе, я ничего такого и не делала. Урок закончился, я ждала девочек у кабинета классного руководителя. В итоге выходит она, выходит учительница по литературе и Галя с Ксюшей. Что они делают, как вы думаете? Просто проходят вот так мимо меня. Я их стою, жду, волнуюсь, не понимаю, что за фигня. Они просто проходят мимо меня и говорят, завтра поговорим. Типа, знаете, вот так, мы тебя ненавидим, поговорим завтра, мы пошли. И меня это просто, ребят, выбесило настолько, вы просто не представляете. Я не поняла, почему они сходили в кабинет к классному руководителю, а вышли оттуда, просто ненавидев меня. На следующий день я прихожу в школу. Дописаться я до них так и не смогла. И что они мне говорят? Я подхожу к ним, говорю, девочка, скажите, пожалуйста, что вчера случилось? Что произошло? Что вам сказал классный руководитель? Они смотрят на меня и игнорируют. Я говорю, девочки, вы скажите, ну хотя бы объясните, что случилось? Я уже поняла, что они на меня обиделись. И тут Ксюша говорит, ты нас тянешь на дно. Я стою вот так думаю, чего, блядь? Я вообще не поняла, кого я на дно тяну, чего я делаю? Галя стоит и молчит. Видно, что она стесняется и не понимает, вообще стоит со мной общаться или нет. Ксюша, как бы я так поняла, выставила себя главной какой-то в нашей компании и такая, мы больше не хотим с тобой общаться, Карин. Ты нас испортила. Ну и в принципе наш разговор длился где-то минуту максимум, где они сказали то, чего мне хватило. Я сначала отшучилась и говорю, в смысле, как я вас тяну на дно? Вот так вот беру и тяну на дно, что ли? Они такие, да, мы больше не хотим с тобой общаться. И они реально прекратили со мной общение. Потом девочка мне скинула то, что говорила классная руководительница про меня. Я нажаловалась, естественно, директору, которая меня не послушала, потому что она тоже была в курсе, что я блогер, и ей было насрать. Глубоко насрать, мои дорогие. Ну и, соответственно, Галя и Ксюша начали распространять про меня ужасающие слухи, говорить, что я уже занималась этим самым, чтобы вы понимали, да, насколько отвратительная иллюзия. И, естественно, нет, такого не было. Они наговаривали тому мальчику, который нам раньше троим нравился, говно всякое про меня, всему классу, из которого я перевелась из-за того, что мне было очень сложно, наговорили, какой я ужасный человек. Нашему классному руководителю сказали, что все, мы с ней прекратили общение. Просто ни с того, ни с сего, да, вот просто на ровном месте. Я их никак не обижала. Я не была такой уж прям сильнейшей хулиганкой, да. Но что они сделали с моей психикой, это просто был какой-то трэш. Еще один крутой момент. Они подружились с девочкой, которая, по их мнению, была супер некрасивая, и как-то подходят они ко мне на перемене уже к другому классу, в который я перевелась. Останавливают меня и такие, смотрят на меня как на говно. И эта девочка, с которой я вообще практически ни разу не общалась, такая говорит мне, Слушай, Карин, я теперь общаюсь с Ксюшей и Галей, не могла бы ты, пожалуйста, удалить все фотографии, которые у тебя есть с Ксюшей и Галей у тебя во Вконтакте и в Инстаграме? А мы тогда очень часто фоткались, и у меня было очень много фотографий с ними. Ну и, соответственно, я такая не поняла, как бы не начала им хамить. Я была очень ранимая тогда, и говорю, да, конечно, типа удалю. Ну а сейчас, вот я уверена, сейчас либо Ксюша, либо Галя, либо эта девочка Саша смотрит это видео, я вам хочу вот такой вот пальчик показать и сказать вам спасибо за то, что предоставили мне такой чудесный урок. Я вас так обожаю. Спасибо за то, что распространили про меня потрясающие слухи, спасибо за то, что по сей день кидаете мне заявки в друзья и следите за моими социальными сетями. Я вас обожаю, дорогие мои. Мораль сей басни такова, мои дорогие, что вы должны очень тщательно выбирать друзей и смотреть на тех, кто действительно дорожит дружбой с вами. Вы не должны ни за кем бегать. Каждый человек, он должен ценить дружбу с тем или иным человеком, с кем он общается, ну я так считаю. Например, вот есть у меня лучшая подруга Арина. Мы уже общаемся 10 лет и ссорились только один раз, представляете, один раз за 10 лет. Это мой самый близкий друг, мы с первого класса вместе, и вот, вот, что я называю дружбой. И я очень сожалею о том, что все-таки общалась с этими девочками, о том, что я училась в этой школе, о том, что я услышала это ужасное сочинение, которое рассказала моя классная руководительница Ксюша и Галя про меня, про то, какое я говно. И пишите ниже в комментариях вообще, что вы думаете по поводу этой истории, потому что, ну как бы, это неправильно так себя вести. Я думаю, что это видео вам понравилось. Если же это так, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, пишите, кто все-таки был в этой ситуации неправ. Ко мне, конечно, относились не очень в школе, но я рада, что сейчас просто все замечательно у меня в жизни. Ксюшенька и Галечка, я вам передаю огромный привет, и это было, наверное, последнее видео, где я вас упомянула. И первое, кстати, мне очень обидно и безумно неприятно, что вы считали нормальным так со мной поступить на то время, что вы послушали не ту подругу, с которой общались два года, а просто классного руководителя, которого вы наговорили столько гадостей, сколько я за всю жизнь не слышала. Я вас всех люблю, это обращение к зрителям, ребятки мои. Спасибо, что досмотрели это видео до самого конца. Это была, конечно, трешовая ситуация, от которой я до сих пор в шоке. Я вас люблю, огромное спасибо. Встретимся с вами уже на неделе страшных историй. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Умейте выбирать друзей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...